Итак, друзья, это, естественно, Creatable of and Beyond. Мы с вами продолжаем. У нас всё вроде работает, всё крутится-вертится, нигде никаких проблем нет, ничего не застревает. И самое главное, что мы с вами в прошлом выпуске закончили четвёртую главу, и теперь нам с вами можно переходить, естественно, к пятой, финальной главе. Мы, если не ошибаюсь, её раскрыли. Divide by digits. И сборка нам сразу объясняет, что элементы для ракеты делаются из пластичной материи, так скажем. Соответственно, нам нужно сделать конденсор, то есть конденсатор материи, и поместить в него 1К на 1000ME Storage Component, то есть, ну, компонент хранилища. Таким образом, нам нужно с вами сделать вот такой вот шарик материи. Собственно говоря, здесь всё довольно-таки просто. Конденсатор это ME Controller плюс изменчивая жемчужина, которая делается вот таким образом. Просто достаточно пойти и купить парочку присталов, что мы сейчас с вами и провернём. То есть, как понимаете, здесь ничего шибко сложного нету. Ну, мы сейчас с вами здесь всё меняем. Это пойдёт временно вот сюда. Нужно, наверное, немножечко разобраться в инвентаре, потому что тут, конечно, бардак. Ну, ладно, бог с ним. Это я ещё успею сделать. Давайте прямо сейчас переходить к этому делу. Нам нужно как можно больше их, потому что, я так понимаю, что нам ещё нужно их перемолоть. 16. Ну, вот этого должно хватить. Перемалывать их можно просто в обычном измельчителе. Или тут ничего сложного нету. Мы получаем таким образом изменчивую пыль. Перемолоть нужно было 4 штучки. Давайте сделаем. Пока что сделаем один механизм. Если понадобится, то, естественно, произведём ещё. Окей. Это мы с вами получили. Теперь нам нужна жемчужина у нас с вами вот тут вот имеется. И, естественно, быстренько делаем вот так. Вот так. Я, наверное, всё-таки перепутал местами, да. Изменчивая жемчужина делается вот так. Вот в прошлом выпуске мы с вами, если не ошибаюсь, сделали несколько рамок. ММ-контроллеров, точнее. Так что теперь можно спокойно при помощи ММ-контроллера и жемчужины сделать конденсатор материи. Ну, хоть он из-за Employed Ingestics, но я, честно говоря, не знаю, как он работает. То есть, собственно говоря, когда мы в него что-то закидываем, он будет производить шарики материи. И нам сюда нужно... А почему 16 кей? А, здесь можно любую. То есть, скорее всего, в зависимости от мощности... Верно. В зависимости от мощности будет ускоряться процесс. Как видите, делается всё просто. Чистый любой кварц, редстоуновая пыль и, собственно говоря, вот эти механизмы. Кварц мы с вами просто добывали, так что давайте сделаем по максимуму. Да почему бы нет? И этих механизмов мы с вами накрафтим. Это вообще не беда. И, в принципе, мы прямо сейчас уже можем это дело провернуть. Ну, просто смотрите, из 1К, если мы сюда добавляем вычислительный процессор, медный, плюс кварцевое стекло. Хм, индукционные плавилки, просто пыльнезер нужно переплавить. У нас с вами специально есть индукционная плавилка для этих задач. Сейчас мы с вами туда пойдём. Давайте, раз. Где-то тут мы её с вами ставили. Я, честно говоря, запутался. Здесь слишком много всего. Вот, вот тут она стоит. А, слишком далеко. Давайте, закидываем сюда, пускай плавится. Теперь, следующее. Это нам нужно вычислительный. Вот такой медный. У нас есть как раз 2, мы в прошлом выпуске сделали. Этих механизмов у нас ещё довольно-таки много. То есть мы ещё с вами скрафтим. Так, давайте делаем 2 4К компонента. Ну, то есть один у нас с вами будет сюда. А один у нас с вами, скорее всего, упадёт в МЕ-сеть, если она мне понадобится. Если я её всё-таки буду делать. Потому что цель у меня на это выживание не МЕ-сеть. Совершенно не МЕ-сеть. Это абсолютно точно. Давайте, бамс. А тебе нужно... Тебе не нужна энергия. Тебе просто нужно туда. Понял, я всё понял. Просто поставить компонент этот. И закидывать любой мусор. А вот с мусором-то у меня всё хорошо. Мусор у меня навалом. Держи тебя. Вот это сюда, он и будет давать энергию. А скидывай сюда всякий разный хлам. А у меня тут есть кое-какой хлам. Вот от этого я очень давно хочу избавиться. Потому что оно захламляет мне инвентарь. То есть мы с вами теперь закидываем это вот сюда. И накапливаем пока что 10 энергии. 12. Из 32 тысяч. А если я положу один как компонент, то сколько мне нужно? 8 тысяч. А, ну это на самом деле... Понятно. Это немножко проблематичнее. Я, честно говоря, надеялся, знаете на что? Я надеялся, что... Мне не придётся такое количество... Потому что оно не вещами будет, а как-то... Ценностью вещи как-то оперировать. Нет? Не будет? Я не знаю, что ещё можно закинуть. У меня вот здесь вот куча мусора, который мне точно не нужен, например. То есть каждый предмет это просто... Одна единица. И как будто бы мы с вами в элемент хранения её закладываем. Но на самом деле нет. Не в элемент хранения. Блин, я понял. Мы с вами её просто уничтожаем сейчас. Это очень жестоко. Как можно так издеваться над игроками? Вы чего, разрабы? Эй, камон. Я тут пока что на самом деле очищаю инвентарь. Но с другой стороны это мусорка. Мусорка, которую я очень давно хотел. Ну-ка. 7500. Забавно. Да уж. Это весёлая штукенция. Я первый раз в жизни вижу что-то такое. То есть такие требования в хоть какой-то модификации. 8054. Всё. Вот этого в принципе будет достаточно. Может быть даже переизбыток будет. Нет? Всё. Это вот ровно столько, сколько он может себя принять. А теперь объясни мне, почему ты ни черта не сделал. А, нам нужно конденсировать в шарике материи. Нам нужно было нажать вот здесь вот. Конденсировать в шарике материи. И, то есть сейчас 6400 конденсировать в сигулярности. Либо уничтожить предметы. Ну, то есть нормально. Вот сейчас накопленная энергия конденсируется сюда. Фух. Так я думал, что... Ладно, хорошо, я понял. А почему здесь не выполнилось? Шарик материи имеется. Или мне просто нужно... Субмит? Эй, игра. У тебя что-то сломалось. Я получил шарик материи. Такое ощущение, что у меня что-то не готово. А! Файнал старт. Последнее начало. Постойте. Ага. Нам просто нужно было сюда нажать. Ладно, всё. Хорошо, я понял. Так что здесь пишет. Добро пожаловать в финальную главу. И, в общем, нам нужно поставить... Построить дата-центр. Здесь, кстати, рекомендуют сделать МЕ-сеть. Но, типа, это не обязательно. Здесь, кстати, об этом даже написано. Дальше. Нам нужно будет сделать жидкую логику. Что? Как? Расскажите мне. Нам нужно просто переплавить механизм в это? Серьёзно? Зачем? Все доступные механизмы должны быть переплавлены. Ха! Это, в принципе, не такая большая проблема. То есть, интересно, сколько с одного механизма мы с вами будем получать жидкости? Мы получаем... Подожди. Ага, 150 миллибакетов. 240. Ну, нам, естественно, с вами нужно сделать, чтобы здесь было полное ведро. Потому что это можно, на самом деле, автоматизировать, чтобы выход был через разливочный кран туда, куда нам нужно. Это не проблема. Совершенно не проблема. Просто сейчас мы с вами получим... Это дело исключено... О, не получается ровное. Смотрите, немножко больше, чем нужно. Мы получим с вами ведро просто для задания, чтобы это было. Чтобы поставить галочку. И теперь, смотрите. Ха! Нам нужно сделать вот эти штучки. Плюс, минус, умножение и деление. Здесь нам нужно сделать цифру 3. Которая делается 4 минус 1. В механическом создании. Делаются они из никелевых пластин в резке камня. Это, конечно, это просто какое-то безумие для меня, честное слово. А, видите, вот здесь и цифры есть. То есть, и есть, собственно говоря, знаки. Минус, плюс, умножить и так далее. Нам нужно это сначала сюда. Куда, 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 куда? Зачем мне столько плюсов? Ни одного плюса достаточно. Плюсик иди обратно. Черт, плюсы... Ааа! Это печаль. Печаль, печаль. Ладно, хорошо. По одному, в принципе, пока что норм. Нам просто нужно получить все. Может быть, конечно, и понадобится несколько. Но прямо сейчас делаем, естественно, все по одному. И таким образом получаем вот эти вот все вычислительные знаки. Я не знаю, как это по-другому назвать. Ааа, господи. Хорошо. Операторы, да. Это мы с вами сделали. Теперь нам предлагают сделать 3. Мы просто идем, берем пластину, делаем 3. Хорошо. Берем пластину, делаем 8. Естественно, разливаем. В принципе, если что мы сделаем. 3 разделим на 3, мы получим единицу, да? Давайте, разливаем все это добро. Так, пока что вас... Блин, тут положить-то даже некуда уже. Ну-ка отсортировать. Назарак здесь не нужен. Давайте, трешку сюда, знаки тоже сюда. Назарак куда-нибудь пошел. На самом деле, вот сюда. Вот. И таким образом мы с вами выполнили вот эти вот задания. Да уж, да уж, да уж. А вот теперь мне говорят, получи единичку. Вот, идти и получи единичку, зараза. Нам просто нужно побольше сделать цифр. Ну, опять же, тех же троек, восьмерок. Ну, я думаю, что-нибудь сразу несколько троек. Эх, я сейчас просто не знаю, сколько мы с вами будем делать. Ну, давайте там восьмерочку сразу сделаем. Просто что-то нам будет проще делать из восьмерок, что-то из троек. То есть, базовые вычисления сейчас провести. Вот там вот я там все установил. Здесь быстренько сейчас все будет делаться. То есть, если мы с вами берем... Блин, мне неудобно стоять. Я знаю, что за мной вода, поэтому мне как-то нервишки шалят, что я сейчас плюхнусь туда. Некомфортно. Вот. То есть, 3 плюс 3. И это будет разделиться. Шлеп. Мы получили один. То есть, и вот таким вот образом нам нужно получить абсолютно все. Но нам нужно настроить производство всех этих вычислительных цифр. Чтобы у нас единицы были, двойки, тройки и так далее. Блин, это такая жесть. Это очень много работы. Ну что, вроде у меня все. Я почти все сделал, кроме последней цифры. То есть, тут, естественно, самые стандартные вещи были. Типа там, 1 плюс 1. Ладно, шучу, конечно. 3 минус 1. То есть, это 2. 3 плюс 3, 6 и так далее. Вот сейчас мне настоится делать это. Например, у меня трошек больше нету свободных. Так что, 8 минус 8. Последняя цифра. Это 0. Вот только если я все правильно понимаю, нам понадобится много этих цифр. То есть, нулей, единиц и так далее. И их нужно будет автоматизировать, скорее всего. Но прямо сейчас мы с вами все-таки поставим галочки. Как автоматизировать, это не проблема. То есть, мы с вами просто будем подавать нужные цифры и все. Только я не знаю, нужно нам это будет или нет. Поэтому пока что все сделал вручную. Но я все-таки хочу вернуться наверх. Пластичная материя. Наверное, вот так вот. Или что это такое? Не знаю, как переводится точно. Нам для этого нужно сделать вот эту штукенцию. И я не знаю. Основа торта для сполоха. Она одноразовая или многоразовая? Потому что, походу, что одноразовая. То есть, назираковая пыль и яйца. Окей, назираковая пыль для нас это не проблема. То есть, с этим мы с вами вопрос решим. Ну просто, я не знаю, сколько мне понадобится. Сахар у нас с вами тоже море. А вот яйца вот. Ну есть четыре яичка. Цаплю у меня, например. Я помню, для чего ты их взял. Ну и все. Надо на самом деле посмотреть, откуда это берется. И как можно автоматизировать производство яиц. Может быть, мы можем поймать птицу. Посадить ее куда-то. Потому что вот это я вообще без понятия. В общем, нам нужно сейчас... Да, это легко здесь. Просто мы поставим, например, прямо здесь вручную все. Чаша. Да, там, где нужно. Дальше пресс. Сами понимаете, что у нас немножко не получается в плане высоты. Но это не страшно. Потому что вот таким образом мы с вами все это перегрузили. Эй. Это досадно. Можно убрать немножко скорость. Мне тут супер большая скорость не нужна. Поставим сейчас вот с вами раз. Все. Работает. И теперь, если мы с вами закидываем сюда это добро. Ну мы можем на самом деле кинуть сколько-сколько хотим. Нам просто нужно, чтобы это все перемешалось. Да. Больше четырех штук все равно не сделается. Потому что у нас с вами там только четыре яйца. А теперь сюда нужно разлить лаву. Ну и с этим тоже, в принципе, никаких проблем. Как помните, у нас есть местечко, где как раз бесконечное количество лавы. Нужно было на самом деле это туда перенести. Зачем я сюда-то притащил? У нас же с вами вот здесь вот все это было подключено. Вот сюда. То есть лава здесь поступает. С этим все окей. Ну давайте. Раз. Два. Три. Четыре. Но это не автоматизировано. Ладно, хорошо. Галочка поставилась. Я хочу сделать вот это вот. То есть хотя бы какое-то количество. Для этого мы сейчас с вами заберем отсюда горелку с полоха. Потому что она у нас есть. Как помните, мы притащили из Незера. Интересно, тебя можно так подобрать? Ох, какая красота. Нам с вами сейчас просто быстренько нужно здесь для него место организовать. Давайте это при помощи вот таких блоков поставим. Есть. Это пошло сюда. Разогревать мы тебя пока что не будем. Потому что мне нужно сначала... Я же все правильно делаю. Стоп. Да. Разперегретое. И просто пресс. Девять штук. Ну окей. Давайте-ка побольше сделаем. Так как у нас с вами здесь довольно-таки много предметов. То есть я не знаю, сколько мы можем этого провернуть. Я думаю, на вал на самом деле. Вот. Это все. Мы полностью потратили все те предметы, которые туда закладывали. Все, ладно. Но с этим мы разберемся. Как какой-нибудь шлак туда закидывать, это вообще не проблема. У нас там этого шлака, там и кремень где-то валится. Еще что-то такое. С этим все нормально. Я думаю, что она же одну штуку даст тебе, да? Да, все хорошо. Как видите, прямо сейчас у нас 21 слиток. Я просто не знаю, сколько мне его нужно. Но по идее его нужно будет очень много. То есть это самое-самое начало. Просто только показать, как все это делается, условно говоря. Все, хорошо. Это забираем. 29 штук. А, и ты перестал быть перегретым. Ну, то есть неплохо, кстати. Ровно сколько нужно. Теперь из тебя мы можем сделать... Хм. Девайс для объединения ракеты. Но сюда не заложены координаты. Причем, как видите, это делается прям элементарно. У меня даже где-то редстонный фонарь просто валялся. Или я выкинул. Мог выкинуть на самом деле, потому что мне не нравилось, что он занимает слот. Ладно, хорошо. Эта штука, она тоже относится как раз к заданиям. К одному из. То есть, если мы с вами вот так вот делаем. Получаем с вами объединяющий механизм. Так это, наверное, переводится. Дальше возвращаемся сюда. Здесь сама поставилась галочка. А мы с вами можем поставить галочку здесь. А, нет. Ха-ха. Понятно, она ставится. А вот это что такое? Fueling Station. То есть, это для заправки. Хм. Алмазная шестерня. ММ-контроллер. Ведро. Костюм. Шлем для дайвинга. То есть, мы с вами делаем сначала для дайвинга костюм. А потом при помощи золота и пластика обшиваем. И получаем космический костюм. Я сейчас пока что лишние циферки сюда приложу. Есть у меня такое ощущение, что при помощи цифр мы с вами, скорее всего, должны как-то запрограммировать координаты, может быть, или еще что-то. Сложно сказать. Нужно с этим разобраться. Но прямо сейчас давайте сделаем как раз костюм для палетов в космос. Космический костюм. Нам нужно, естественно, медь. Меди у меня совсем не осталось, потому что я все потратил. Но зато у нас с вами есть монеты. То есть, монеты нам сейчас решат огромное... Они и так нам просто на протяжении этого выживания решают огромное количество проблем. То есть, костюм для дайвинга. Давайте мы с вами сейчас вобьем вот сюда просто дайвинг, чтобы нам попроще было. Хм, странно, да. Там оно, как видите, не все дает. Поехали. Ладно, шлем. Ботинки. Ага. Кто бы сомневался, что все будет не так просто, как хотелось бы, да? Есть. Это готово. Что там еще нужно было? А штаны делаются железных поножей. Это легко. Вот только вот здесь вот нам нужны машину и медный блок. Понятно. Очень, на самом деле, такой дорогой рецепт. Но потому что вот это все действительно много времени занимает, когда у тебя этого нет. Безусловно. Сейчас у нас с вами все это появилось. С этим никаких проблем. Есть. Медный баллон у нас с вами тоже имеется. И таким образом мы с вами делаем полный костюм, кроме железных штанов. Это тоже несложно. Готово. В общем, тут, на самом деле, все очень просто. Единственное, что нам нужно всегда вот менять состав вот этого крафтера. То есть, что у нас с вами здесь присутствует. Так, это сюда. Ну, то есть, сейчас должно быть исключительно 5 блоков, а не 9. Все хорошо. То есть, например, если бы 9 стояло, это бы не сработало. Я, на самом деле, уже протестировал, не сработало. Окей, это идет сюда. Готово. Готово. Все хорошо. Скорость очень маленькая, но самое главное, как видите, у нас получается космический костюм. И тут возникла проблема, то что мне и штаны железные нужны, и ботинки. А я сделал ботинки из дайвинга. Ну, ладно, хорошо. Есть, отлично. Космические штанцы. Теперь пошли у нас с вами космические ботиночки. Ну и вуаля, полный сет готов. И таким образом мы с вами закрыли полностью всю задачу. Ну, это первая задача. Дальше тут не так все понятно. Нам нужно жидкий кислород разлить. То есть, это мы сейчас с вами делаем самые простые вещи. Вот те самые вещи, на которые ничего другого не нужно. То есть, например, смотрите, rocket launch tower. Нам нужны подмазки и пластик. Я так понимаю, что это башня, с которой будет запускаться ракета, да? Это у нас педестал, откуда будет запускаться ракета. Это у нас assembly machine. То есть, мультиблоковая машина. Это с этого как раз начинается постройка ракеты. Нам нужна пустая схема. Это легко, естественно, бумажка. Любой краситель. И дальше, как видите, все тоже очень просто. Единственное, что алмазные шестеренки. Но это тоже не проблема. И вот здесь у нас почему-то вот эта серенькая. Или мне так кажется? То есть, она неактивная. Видите, вот эта активная, вот эта активная. Вот эта неактивная. Почему? Хм. Любое сидение. Ладно. Спасит. Сидение для ракеты. Кошмар. Сидушка. Для унитаза. Pure tank. Это легко. Дальше у нас с вами... Что это такое? Трассер. Это двигатель. То есть, у нас с вами еще одна горелка с полоха. Нужно с пластиком объединить. И мы получаем с вами двигатель. Забавный. Я не знаю. Мы с вами сможем сегодня в этом выпуске сделать ракету или нет? Тут самая большая проблема. Это даже не совсем ракета. Это именно топливо. То есть, водород, кислород. Вот это вся история. Давайте-ка, знаете, куда я побежал? То есть, у нас с вами сегодня, знаете, подготовительный выпуск. Финальный, четвертый главе. Но мы потихонечку ее выполняем. Но мы ее не автоматизируем. Но по большому счету я просто... Ну, как бы автоматизировать что-то можно здесь. Но только вот это финальный глава. И порой здесь некоторые автоматизации, они вот совершенно ни в какую не нужны. То есть, ты улетишь туда, ну и все, по идее. Не знаю, или что-то там еще будет. А все автоматизации, это просто потерянное время. Это просто, если очень-очень нравится сборка. Ну, некоторые, знаете, бывает так, что что-то прям очень нравится. И они продолжают что-то еще там строить. Продолжают играть вовсю. У них продолжается движуха. Я же сейчас в данном конкретном случае хочу закончить сборку и посмотреть, что здесь еще есть. Спокойно. Спасибо. Я надеюсь, что мы сейчас потухнем. Да. Ха-ха. И отсюда мы тебя тоже забираем. Как видите, он оттуда не исчез, он просто переместился ко мне, а там появился, появится еще один. Все, это мы с вами имеем. Ребятушки, я надеюсь, что вы на меня не нападете. Не должны на самом деле. То есть, как видите, спокойно. Я вроде... Золота никакого на мне нету. Все, норм. А вот модификация, которая тебя поджигает, когда ты тушишь огонь, она на самом деле бесит. Зачем ее сюда добавили в эту сборку? Я просто не понимаю. Но она здесь абсолютно не нужна. Техническая сборка. Абсолютно не нужна эта фигня. Ладно, бежим домой. Но я надеюсь, что нам нужен буквально один. Один с полок, чтобы сделать один двигатель. Больше нам с вами не нужно. То есть, закладываем сюда. Трастер есть. Двигатель готов. Жидкостной бак у нас с вами тоже имеется. Вуаля. Топливный бак готов. Это пока что сюда уходит. Что там дальше у нас? Смотрим. Сидушка. Любая. То есть, это доска и шерсть. Сидушку делаем. Закладываем сюда. Сидушка для ракеты готова для унитаза. А все вроде бы у нас... Вот эта вот часть, она закрыта. То есть... Но для начала нужно сделать... Скорее всего, вот это вот. Я думаю, что да. Это тоже очень просто. То есть, утяжеленные каменные кирпичи. Это как? Это из камня, да? Просто девять камня. Девять камня. У меня есть? Есть. Забавно. Это очень забавно. Почему-то вдруг пошли такие какие-то нереальные, очень-очень простые, безумно простые как раз рецепты. Давайте. Бумс. И это у нас для того, чтобы сделать исключительно, как называется, площадку для запуска ракеты. Сколько мне этих блоков нужно, я не в курсе. То есть, насколько большая ракета должна быть, посмотрим. Без понятия. Эти штучки у меня тоже есть. Вот они. Причем подмозков у меня вообще там 16 штук. Опять же, это просто вот... Это башня. Я так понимаю, что она либо держать будет, либо внутренне в нее ракета будет встраиваться. Ну и самое сложное из всего этого, это, естественно, вот такая штукенция. На нее нужны алмазные шестерни. То есть, это 8 алмазов. Все остальное у меня тоже имеется. То есть, нужно просто взять листочек да голубой краситель. Это сейчас сделаем. А голубой краситель, это у нас, например, синий и белый. То есть, нам не нужно какие-то специальные голубые цветы искать. Можно просто взять лазурит. Забавно. Очень много из того, что здесь присутствует, я не стал использовать. Ну, это можно было бы использовать. Но как-то именно в разрезе прогрессии по сборке это было не нужно. То есть, это совсем-совсем-совсем не обязательно. То есть, это ни на что не влияет всякие там дополнительные фермы, дополнительное количество монет. У меня и так все время монет хватало. То есть, никаких абсолютно проблем с этим не возникало ни разу. Ну, ладно, хорошо, два раза было, но это я сам виноват. Ну что, шестеренки есть. И остается сделать... Давайте вот так вот. Будет, кажется, легче. А, вот так вот, да. ММ-контроллер у нас с вами тоже имеется. Только он вот тут вот. Так, ладно, давайте попробуем. Это пошло сюда. Это идет по центру. Это сюда. Раз, два, три, четыре, пять. Посмотрим, получится, нет? Да, как видите, начинает совмещаться. Это сюда, это сюда и замкнется. Крафт тут, конечно, медленный, но что поделать. Самое главное, что у нас с вами. Вон оно. Это красота на месте. Забираем. Все. Еще одно задание готово. И у нас с вами Open Thunder Scene. А, мы типа с вами можем увидеть. Как это делается? Сколько блоков? Раз, два, три, четыре, пять. Пять на пять, что ли, да? Раз, два, три, четыре, пять. Че-то непонятно. Да, пять на пять. Ага. Вот теперь мы с вами наконец-то видим, как все это действительно делается. Сколько нам нужно блоков. Теперь это стало понятно. Да, я вот сейчас посмотрел. А на самом деле, в будущем, мне, чтобы это посмотреть, нужно вбить вот это вот. Ponder Advanced Rocketry Guidance Computer. На самом деле, мы это можем вбить вот так вот. Через GUI, наверное, Guidance Computer. Да. Ха. Двадцать четыре блока. И отсюда посмотреть, как это делается. Вау. Вернись. Я хочу еще раз испугаться. Ах. Матрица из чего делается? Из жидкой логики. Ноль, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Все. И плавится она просто при помощи любой. То есть, смотрите. Мы с вами получили вот эти цифры. Следующее, что мы с вами с ними делаем. Мы их закидываем в плавку. Получаем жидкую логику. И жидкая логика у нас с вами должна перемешаться. И получится вот такая вот матрица. Которую мы с вами просто наливаем. Куда мы ее можем налить, интересно? Нет, это все ерунда. Мы наливаем вот так вот. Получаем блок. И все готово. И нам нужны вот такие вот матрицы в количестве восемь штук. Чтобы можно было сделать этот компьютер. Но, как понимаете, к этому мы еще придем. Сегодня я говорю, сегодня такой выпуск у нас исключительно, как сказать, подготовительный. Исключительно подготовительный. Потому что нам еще нужно будет сделать топливо. Ну, вот это, как понимаете, это можно и вручную заморочиться. Можно автоматизировать. Как хотите. Я, наверное, автоматизировать не буду. Потому что это, опять же, одноразовый процесс, который сделает мне просто вот эти штуки. И мы с вами улетим. Планет ID чип у нас с вами делается вот таким образом. Просто кварц и механизм. То есть нам нужно будет заморочиться следующими вещами. Кстати, это у нас с вами готово все. Видите, там галочка не стоит. Она теперь стала доступна, но галочка не стоит. И это у нас с вами все лежит вот тут вот. То есть таким образом теперь здесь ставится галочка. Но, как понимаете, сейчас этого мало. То есть нужно 25 вот таких вот лаунчепадов. У нас с вами это 5. Нам нужно еще 4. Мы с вами это сюда закидываем. Забираем 25. И, естественно, нам с вами нужно какое-то количество вот этих башенок. С ними я не очень понимаю, что происходит и сколько их нужно. Вроде не очень много, да? Мы сейчас с вами вот здесь увидим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Мы с вами получили 5. То есть если я, в принципе, возьму еще одну штукенцию. Просто про запас. Спокуха. Она вот здесь у нас с вами. Просто про запас сейчас еще одну сделаем. Есть. Этого нам по-любому хватит. Ну и дальше нам остается просто... Просто вот это все где-то собрать. Наверное, действительно. Где-нибудь на воде. Где-нибудь вот там. Вот у нас с вами есть там островочек. Вот смотрите, он совсем рядом с нами. Рядом с этим местом. То есть просто такой вот естественный остров, который здесь всегда был. Почему-то здесь какая-то история непонятная. Так. Здесь мы можем начать это дело... А, это у меня как раз в клипе разорвался. Организовывать. Давайте. У нас с вами здесь защита есть какая-нибудь? Или это загружено? Да, это загружено. Все хорошо. То есть... Раз, два, три, четыре, пять. Здесь у нас с вами стоит... Раз, два, три. Четыре. Мы можем бы тебя поставить? Да. Пять. Здесь у нас с вами стоит шесть. Подобрать это не могу. Это из Advanced Racketry. Окей, договорились. Давайте еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот. И здесь у нас с вами будет ракета. Хотя нет, это немножко не здесь ставится. Это нужно переставить. Ну, сделаем так, как на картинке. То есть, как нам нарисовали, так и будем делать. Два, три, четыре, пять, шесть. Это пошло сюда. Теперь его можно построить в этих как раз границах. И... Ассемблер мы с вами сделали. Осталось только вот туда поставить. Ну, там как раз еще труба будет. Пока что у нас вместо трубы встанет. Здесь вот такой вот блок. Ассемблер ставим здесь. И в этих границах теперь можно построить ракету. То есть, у нас с вами, сами понимаете, сейчас не так много нужных блоков. Вот оно. Оно должно идти вот так вот, если я все правильно понимаю. Давайте еще раз посмотрим. Я могу перемотать? Да, вот отсюда мы с вами начинаем строить ракету. Четыре. Ааа, нужно больше. Ага. Нужно гораздо больше топливных баков. Причем с этой стороны топливный бак не ставится. И какие-нибудь другие блоки для декора. Ааа, это декоративные блоки. Любые. Любые блоки. Ну что ж, вот так вот, да. Мы с вами начнем строить эту ракету. Наверное, в следующем выпуске сделаем матрицы. Ну, или, например, в следующем выпуске мы можем с вами заняться топливом для этой ракеты. То есть, сегодня у нас с вами подготовительный выпуск в финальной главе. То есть, естественно, мы с вами делали все основные вещи. Разбирались, как это работает. Потому что, как я говорю, в первый раз, естественно, сам прохожу. И в следующем выпуске мы с вами это все сделаем. На этом пока что все. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы меня пропускать новые выпуски. Удачи, друзья. Пока. Увидимся в следующем.